Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получаете супер кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Дорогие мои, всем огромнейший привет. Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Не знаю, успеет ли выйти это видео до Нового года, но я буду очень стараться, поэтому в этот раз будет минимум монтажа, побольше болталок каких-то. Надеюсь, вам будет интересно. И начнем мы сегодня с покупок из магазина FixPrice. Я на самом деле вот только что вернулась домой, заезжала за подарочными коробочками. Там их обычно очень много разных. Я взяла вот такое очень красивое внутри волшебство в красном цвете. Они, кстати, небольшие, неглубокие. Я их брала для того, чтобы туда сложить подарочки для Вики. И вот это мне очень понравилось. Посмотрите, какая красивая, такая сказочная зимняя новогодняя. Потрясающе. Очень понравилось. Тоже такого же размера. К сожалению, не скажу, какого, потому что упаковки уже все выкинула. Также для Викушки в тематике Нового года взяла письмо Деду Морозу. Она, конечно, написала уже свое письмо, но решила его переписать, потому что передумала насчет подарка. Очень, кстати, классная идея покупать вот такие вот готовые, потому что здесь... Сейчас покажу, что вообще внутри. Вот так вот открывается. Тут есть какие-то вот такие всякие штуки. Наклейки в комплекте. Естественно, это все можно наклеить, чтобы красиво, да, Деду Морозу отправить. Вот такие вот наклеечки. Также есть еще раскраска вот такая двухсторонняя. И с обратной стороны, соответственно, место, где ребенок уже напишет свои пожелания Деду Морозу. Еще какой-то лабиринт. Ну, в общем, прикольно. Мне кажется, Вика заценит. Она у нас вообще такой творческий ребенок. Ей очень нравится клеить, вырезать, что-то рисовать. В общем, любит она все эти дела. Еще взяли вот такой вот контейнер. Очень хороший. Здесь вот все застегивается. Ручка. Объем у него, сейчас скажу какой, 10 литров. Так, ну и следующее, что я вам покажу. Тут уже какие-то товары для дома. В принципе, ничего интересного. Взяла фольгу, взяла пергамент, потому что у меня все это позаканчивалось. И если я в фикс-прайсе, я всегда, как правило, там такие штуки беру. Пакеты для мусора. Вот эти вот нравятся от Bonhomme. И губки. Я беру вот такие цветные. Это не для того, чтобы на кухне использовать, а для того, чтобы ими убираться, мыть обувь, мыть там в санузлах что-то. Вот такие губки у меня всегда в ходу, поэтому беру сразу большую пачку. Так, еще вот такие вот зубные щетки мне там нравятся. У них такой минималистичный дизайн. Черная щетина, средняя жесткость. Взяла в черном цвете вот такую вот. Взяла в бежевом. Это для себя. И голубенькую. Вот эти черные и голубая отлично подойдут в наш гостевой санузел. Там как раз-таки Саша в основном и обитает, поэтому он взял себе две вот такие вот щеточки. А я в свой санузел, который в спальне, взяла вот такую бежевую. Тоже по цвету она прекрасно подходит. Еще для Викушки взяла вот такие вот маленькие резиночки. Прически делать. Иногда вот здесь вот хочется собрать около лица. Но когда делаешь резинки побольше, слишком объемно это смотрится и сложно собрать. Также ей нужен был клей-карандаш. Ну, обычный взяла. И, что мне понравилось, нашла вот такой вот термос с дисплеем. Он, я так понимаю, отображает температуру напитка, которая в нем 450 миллилитров. Это я на самом деле Саше взяла. У меня, потому что есть вот такой вот темно-зеленый, кстати, очень красивый цвет. Вот таким вот образом все открывается. Есть прорезиненная вот эта вот часть. Вот сейчас, кстати, пишет 21 градус. Не знаю, насколько это нужная информация, но прикольно. По-моему, очень интересная идея, кстати, для подарка на Новый год тоже ничего. Стоит он 350 рублей. Короче, вот такие вот покупки. Все вам показала, рассказала. Так что буду сейчас это все раскладывать по местам. Слушайте, ну прикольно. Залила в новенький термос водичку горячую, и он показывает градусы. Причем он даже, видите, индикацию красным или зеленым цветом показывает. Если капелька красная, значит пить горячо. 46 градусов показывает. Если зеленая, значит комфортно. Короче, думаю, наверное, взять еще один такой же. Там были в разных цветах. Темно-зеленый, бледно-розовый и такой фуксия. Вот я, наверное, себе фуксию тоже возьму. Ну, прикольно. А теперь я готовлю две пробные закуски на новогодний стол. И решила с вами тоже поделиться. Возможно, какую-то из них вы возьмете себе на заметку. Итак, первая закуска это рулетики с красной рыбой и авокадо. Для начала подготавливаем все ингредиенты. Красную рыбу нарезаем на полоски. Куриные яйца отвариваем и натираем на мелкой терке. Далее соломкой нарезаем свежий огурчик. И последний ингредиент для начинки это авокадо. Удаляем косточку, кожуру и тоже нарезаем. Теперь смазываем лаваш творожным сыром. Его лучше не жалеть, чтобы было нежнее и сочнее. Хорошенько распределяем сыр по всей поверхности лаваша. И начинаем выкладывать начинку. Сначала идет два ряда красной рыбы. Затем авокадо. Далее свежий огурец. И затем тертые яйца. И после этого все ряды повторяются, кроме огурца. Ну, по картинке, в принципе, и так все понятно. Ну, и теперь закручиваем наш рулет. Смазываем края творожным сыром, чтобы их склеить и рулет не разваливался. Далее заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 2-3 часа. А лучше вообще сделать рулет утром и вечером подать к столу. Так он лучше пропитается и будет мягким. Ну, в общем-то, в итоге получается вот такая симпатичная закуска. Рулетик ярко, красиво выглядит в разрезе. И по вкусу нам тоже понравился. Очень нежный, много начинки. Так что будем готовить его на Новый год. И вторая закуска, ну, очень простая. Тут, на самом деле, может быть абсолютно любая начинка на ваш вкус. В этом рецепте весь прикол в красивой праздничной подаче. Она прям такая поистине новогодняя. Я для этой закуски использовала печень трески, оставшиеся от прошлой закуски тертые яйца. Заправила это все майонезом, посолила, немного помяла толкушкой. Но если хочется более однородную консистенцию, то лучше использовать блендер. Далее мелко нарезаем укроп и выкладываем в тарталетки получившуюся начинку с горкой. Теперь нам нужно каждую тарталетку обвалять в укропе. И по желанию еще можно украсить икрой, имитируя елочные игрушки. В итоге у нас получаются вот такие очаровательные, нарядные елочки. На мой взгляд, выглядят они очень интересно, оригинально и точно привлекут внимание ваших гостей. Ну, а начинка, как я уже сказала, может быть абсолютно любая, какая вам больше нравится. Некоторые меня спрашивали, что мы будем дарить векушке на Новый год. Вообще, основной подарок от Деда Мороза будет Снегокат, она попросила его. Вот, и дополнительный подарок решила вам сейчас показать, потому что Снегокат еще не собран. А это я сейчас как раз буду упаковывать в коробочку, аккуратненько все складывать. В общем-то, это мини-принтер для печати с телефона. Такой вот он портативный, карманный, переносной, очень удобный, маленький, аккуратный. Я заказала сразу набор. Здесь идет 5 рулонов термобумаги белой, 3 рулона цветной такой термобумаги. И еще наклейки. Также фломастеры в подарок положили. Короче, а, еще вот какой-то альбомчик для того, что ты будешь печатать. Он печатает на самом деле все. Он коннектится с телефонным приложением. Можно печатать какие-то картинки, их раскрашивать. Можно печатать даже для себя рецепты, например. Какие-то, не знаю, виш-листы, список дел на сегодня. Это я для тех, кто повзрослее, да, например. Вики будет прикольно распечатывать. Просто сам процесс. Сейчас покажу. Уже, конечно, по той ссылке, по которой я заказывала, его нет. Вот так вот выглядит сам принтер. Это очень милый. Там были разные расцветки. Но я решила сразу взять целый набор, чтобы вот эта термобумага была. И вот самоклейка, и цветные. Короче, все довольны. Очень прикольно. Приложение я уже скачала все, проверила. Все работает. Так что я думаю, что Викульке понравится. Вот видите, даже фотки можно распечатывать. Но понятное дело, что фотки он печатает так себе. Все-таки это не для фотографий больше создано. Давайте я лучше сразу в приложении. Что я вам рассказываю? Вот так называется приложение. Тут, видите, фотографии, анимации. Можно текст написать, записку, шаблон. Списка дел. Давайте покажу. Ну вот, видите, например, вот такие вот штуки. Коннектишь с телефоном, и он тебе напечатает все, что тебе надо. Заметки, документация, сайт. Вот есть подборки. Всякие картиночки общие. Вот такие вот краткое описание. Вот всякие раскраски можно скачать. Понятное дело, что это маленький формат. То есть вот, вы должны понимать, что рулончик, грубо говоря, ну, не знаю, сантиметра там 4-5. Но мне кажется, это очень прикольная идея для подарка. Потому что детки очень любят все такое. И мне кажется, Вики зайдет. Короче, это вот один из подарков. Вам тоже решила показать, поделиться. Возможно, будет актуально. Хоть и не на Новый год. Может, на какой-то другой праздник. Сейчас я как раз это все буду красиво упаковывать. Надеюсь, в коробочку, которую я купила в Фиксе, это все полезет. Смотрите, девчонки, просто идеально все поместилось. Как будто бы этот подарок создан для этой коробки. Еще и по цветовой гамме подходит. Короче, все. Один из подарочков собран. Нужно это будет только все завязать красной лентой. Сделать бантик. И будет вообще красота. Очень нарядно и празднично. Ой, ну что, девчонки, Новый год все ближе и ближе. Давайте рассказывать и делитесь в комментариях планами. Что вообще будете делать? Куда поедете? Где будете отмечать? Мы будем, скорее всего, отмечать с друзьями. С Катей, с Арсением. У них, знаете, получилась идентичная ситуация, как у нас в прошлом году. Вы, наверное, помните, что мы въехали в этот дом 30 декабря. И потом 31 проснулись здесь и отмечали с друзьями Новый год. Вот, и у ребят тоже новоселье. То есть у них вот буквально 28-29 декабря установки кухни. Там натягивают потолки, устанавливают двери. В общем, такая финишная прямая. Вот, очень надеемся, что все получится, что мастера успеют доделать свою работу. И мы сможем встретить Новый год-новоселье у них. Если же не получится, то, скорее всего, будем отмечать снова у нас. Но все-таки мы рассчитываем на то, что поедем к ребятам, потому что хочется, во-первых, сменить обстановку. Во-вторых, оценить ремонт, потому что у них все там должно быть очень круто, интересно и красиво. Может быть, немножко вам поснимаю, если они разрешат. Вот, что касается новогоднего стола. Честно, мы еще с девчонками даже окончательно не продумали, что мы хотим приготовить. Мы там что-то, знаете, в общую группу накидали каких-то салатов, закусок. Так что надо уже определяться, что-то выбирать, потому что осталось-то буквально несколько дней. И уже нужно будет накрывать стол. Получается, сколько у нас будет? Шесть взрослых и трое детишек. Такая вот компания. Ой, трое. У нас же четверо детишек теперь, точно. Вы уже, я думаю, заметили по одному из влогов, что Катя с Арсением стали дважды родителями. У них родилась доченька прекрасная малышка. Так что, да, деток у нас теперь четверо. Такая она крохотная, прям вообще. Я уже, знаете, отвыкла от таких младенцев. И наши девчонки теперь кажутся просто такими слонами по сравнению с ней. Она прям вот кукла, кукла. Вот такая вот малюська. Вот, так что, да, компания в этом году побольше. В том году, конечно, тоже было очень здорово. Мы классно встретили Новый год, еще и новый дом. И прям вообще, я помню, мы проснулись 1 января здесь. И знаете, какое ощущение нас не покидало с Сашей, что мы, как будто бы не в своем доме, а как будто бы мы арендовали какой-то домик, да, в лесу. И вот проснулись, и сейчас буквально там еще день, и нам нужно отсюда съезжать. Но проходит день, проходит два, проходит неделя, и нам никуда не надо уезжать. И это такие были приятные хлопоты, когда уже разбираешь коробки, все расставляешь по местам. Но дом, конечно, тогда был полупустой. И я помню, гости наши ночевали на надувных матрасах. Но все равно это вот, знаете, такая ремонтная романтика. Никто, естественно, не был против, все были только за. Вот, ну, короче, тоже было очень здорово. И я даже не сомневаюсь, что в этом году Новый год тоже пройдет у нас улетно, весело, ярко, зажигательно. Потому что какая компания, такой и праздник будет. Не знаю, буду снимать, не буду. Но, наверное, какие-нибудь кадры поснимаю так и для себя на память, и вам тоже немножко показать. В общем, вы тоже в комментариях делитесь, рассказывайте, что будете готовить, какие планы, что будете делать. Мне будет очень интересно почитать. А сейчас, ребята, мы будем заниматься тем, что перенесем с Сашей наш диван и кресло-кокон в гостевую комнату. Почему? Потому что сегодня вечером к нам приедет новый диван. Он будет огромный во всю вот эту нишу, получается, до стены. Ширина у него 3,54, если я не ошибаюсь. Вот, единственное, я сейчас так подумала, будет непривычно без кресла-кокона в гостиной, потому что я постоянно сижу в нем, когда смотрю телевизор, очень приятно в нем качаться. Будет его, конечно, здесь не хватать. Ну, ладно, это было наше решение. Диван тоже будет большой, комфортный, удобный, с атаманкой. Кресло-кокон в любом случае весной, летом будет жить на улице, на террасе. Здесь оно бы не стояло. Ну, короче, все, что не делается, все к лучшему. Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получаете супер-кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну все, освободили мы место для нового дивана. Так пусто сразу стало. Сейчас пройду здесь, пропылесошу, полы помою, и все, будет красота. Будем ждать новый диванчик. Придет он, скорее всего, вечером. Конечно же, вам покажу сразу все. Убираюсь своим моющим пылесосом и каждый раз пою ему оду, потому что он одновременно и пылесосит, и моет пол, а потом еще и сам себя чистит. Короче, просто обожаю его. Реально очень экономит мое время и силы. Но пока ждем доставку дивана, я решила поменять постельное белье в нашей спальне. Еще утром сняла предыдущий комплект, все постирала, развесила и оставила кровать подышать. И вот теперь все застилаю, чтобы вечером этим не заниматься. Так, ну что, ребят, спешу вам показать нашу обновленную гостиную, сердце нашего дома, в котором теперь наконец-то появился огромный, классный диван. Во-первых, он безумно удобный, у него очень глубокое посадочное место, то есть ты вот садишься, облокачиваешься и полулежа. У тебя состояние очень комфортное, там еще есть атаманка, то есть там вообще в полный рост ты можешь лежать. Короче, это самый удобный диван из тех, которые мы смотрели. Цвет синий-серый. И знаете, при разном освещении он, естественно, смотрится по-разному. Где-то более серый, где-то более голубой-синий. Ну, в общем, от цвета я в восторге. Мы когда выбирали, я даже не сомневалась, что цвет будет именно такой, потому что он просто шикарно сочетается с таракотовым цветом. В общем, все заиграло сразу по-другому. Интерьер прям вот оживился, стал таким интересным, ярким. В принципе, то, что мы и хотели добиться здесь. Я не буду заострять внимание на том, как он разбирается, показывать вам все, потому что, ну, уже поздно, не очень хочется сейчас это делать. Просто так на словах объясню. Все вот эти три ящика выкатные, то есть они вот так выкатываются, спинка опускается, и получается вот просто огромное спальное место. У нас все гости здесь спокойно разместятся. И также есть бельевые ящики во всех трех отсеках. Также у нас из обновочек, я думаю, вы заметили, вот такой вот столик. Это столик из интернет-магазина Ларри Дуд. Тоже он сюда прекрасно вписался, идеально дополняет интерьер. Очень красивая у него форма такая необычная. Снизу еще дополнительная полочка есть. Ну, естественно, деревянный, все как мы любим. Столешницы выполнены из МДФ, покрыты его дубовым шпоном, а ножки из массива дуба. Стол такой тяжеленький, очень устойчивый, и еще мне нравится его обтекаемая форма без острых углов. И вы знаете, нам его реально очень не хватало, чтобы поставить чашку с кофе, например, или положить пульт, чтобы он не валялся на диване. В общем, этот столик вписался сюда как родной. Также дозаказали еще два новых стульчика. Как помните, у нас было четыре. Но так как у нас гости очень часто, стол постоянно в разложенном состоянии, удобно, чтобы стульчиков было побольше, чтобы обеденная зона смотрелась нормально, как раз таки двух стульев не хватало. И теперь вот такой вот законченный вариант. Нам очень нравится. Стульчики в таракотовом цвете, на таких вот деревянных, как будто бы ножках, но на самом деле это не дерево, это металл, что тоже хорошо, потому что, мне кажется, металл будет дольше служить, чем дерево. А обивка выполнена из велюра, за которым легко ухаживать. Продаются эти стулья, кстати, комплектом, по две штуки, и представлены в разных цветах. Короче, я очень довольна этими обновками, вот прям, честно, не нарадуюсь. И качество всегда прекрасное у Ларидут, и у них очень стильные, классные вещи, которые вот действительно дополняют интерьер, и делают его прям намного более стильным и крутым. Ссылочки и на стулья, и на столик я вам оставлю с удовольствием, потому что качество на высоте, внешний вид тоже. Так что всем желаю приятных покупок, ну и, естественно, не забывайте про промокод, который я всегда оставляю для вас в описании. Ну а по поводу гостиной, я очень рада ее преображению. В январские праздники еще хочу пригласить девушку, которая шьет текстиль для окон, чтобы она все замерила, сшила, и привела наши окна в порядок. А то сейчас они портят весь вид. Но я специально не занималась этим раньше, так как хотела дождаться дивана, чтобы подбирать цвет штор уже под готовый интерьер. Еще я очень надеюсь, что в ближайшее время мы наконец-то купим и установим плинтусы. Все-таки в январе будет чуть больше свободного времени, чтобы этим заняться. И вот тогда будет вообще красота в доме. Теперь мне надо быстренько протереть в нашей комнате пыль, а то я уже давно этого не делала. А мы здесь все-таки спим, дышим всем этим. Так что влажная уборка обязательно. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И еще мне захотелось немного украсить спальню. к Новому году, а именно нашу ТВ-зону. Выложила туда вдвое сложенную елочную гирлянду, распушила ее и украсила аккуратными деревянными игрушками и бусами. Получилось довольно мило, на мой взгляд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А еще пока Викушки нет дома, хочу вам показать один из подарков, который мы будем дарить от родителей на Новый год нашим девчонкам. В общем, на Азоне заказали вот такой вот ночник-проектор, яйцо дракона. Мне кажется, очень символично в год дракона подарить вот такое вот яйцо. Вот так вот он выглядит, крышечка закрывается. Во-первых, хочу отметить дизайн, ну, выглядит он просто бомба. Я бы, если у детства такое получила, была бы просто невероятно счастлива. В комплекте идет пульт управления, кабель для зарядки, инструкция. Взяли три одинаковых, ну, чтобы, естественно, никто не ссорился, потому что цвета были разные, но чтобы не было такого, что кому-то что-то больше понравилось, вот, решили заказать одинаковые. В общем, пока Вики нет, я хочу их быстренько проверить, чтобы все точно работало, чтобы в Новый год не было никаких казусов, ну, и, конечно же, показать вам эту красоту. А еще вот, тут четыре кнопки управления. А, я забыла сказать, что он еще мало того, что ночник-проектор, так он еще и по блютусу коннектится с телефоном. Можно включать какие-нибудь колыбельные сказки, музыку устраивать, какую-нибудь дискотеку, наверное. В общем, давайте включим, посмотрим, как он работает. Ребята, ну, это просто бомба, как красиво. Мне кажется, дети будут в восторге. Тут, короче, освещается просто весь потолок. Посмотрите, еще звезды появляются. На стенах просто вообще такая красотища. Мне кажется, девочки будут рады такое получить. Я бы в детстве, наверное, просто умерла от счастья. Сейчас я попробую даже, может, режимы попереключать. А еще помимо вот этого цвета есть красный, зеленый, синий. И вот, кстати, классно, когда на синем фоне появляются звезды. Сейчас подождем, появится. Получается такое вот, видите, звездное небо везде. Вообще класс. Вот такое белое свечение. Ну, а если надеть крышку, получается просто вот такое вот светящееся яйцо дракона, ночничок. И тоже можно, видите, цвет менять. Красный, зеленый, синий, белый. Так что подарок шикарный. Можете присмотреться, тоже на какой-нибудь из праздников своим деткам подарить. Огнище! Я теперь такое же хочу в комнату себе. Ну что, ребятки, дитя наше вернулось домой, уже переписала письмо. И так как отправляем мы его уже довольно-таки поздно, да, у нас будет экспресс-доставка письма Деду Морозу через морозилку. Что написала? Наклейки все наклеила? Да. Наклеечки все на месте. Ну-ка, дай представим. Так, дорогой Дедушка Мороз, привет, я Вика, я весь год вела себя хорошо, подари мне, пожалуйста, на Новый год снегокад. Я буду тебе очень благодарна. Все, складывай. С другой стороны, вот в кого я затоню. Да, красота. Складывай. И в морозилку. Давай. Экспресс-доставка. Начинать. Главное, чтобы оно еще влезло. Влезет. Ну все. Сейчас оно быстренько Деду Морозу отправится. Дед Мороз прочитает. И все тебе на Новый год под елочку положит. Да? Да. Все. Интересно, какое оно будет? За кадром уже приготовила ужин. Сегодня у нас будут спагетти. Быстренько отварила. К ним сделала куриную печенку в сметане. Мы очень любим этот рецепт. И легкий летний салатик. Тут салатайсберг, фета, огурцы, помидоры черри. Так что будем сейчас ужинать. Приятного нам аппетита. После ужина решили с Викушкой немножко выйти, погулять, подышать свежим воздухом. Погода прекрасная. Ой, я, кстати, вам огоньки еще не показывала на доме. Саша повесил. Такая красота. Новогодняя атмосфера вокруг. Мам, покажи. Кайф. Сейчас я покажу. Камеру переверну. У нас такой легкий снежок. Вот они прелести своего дома, что можно выйти даже не на дом. Долго вот так вот воздухом подышать. Саша сегодня снег чистил. Прям, видите, как хорошо. Парковку все почистил. Такие сугробы огромные. Ты ждешь Новый год? Да. А где ты будешь его отмечать? С кем? Расскажи. С подругами. С подругами. Ну что, давайте покажу вам, как украсили домик. Мама. Классно, красиво. Огоньки мигают. Мама. Что? А давай ты отсюда, а я оттуда. Давай кто быстрее. Давай. Я заодно покажу, как гирлянда с той стороны выглядит. Сверху, кстати, классно то, что здесь дорожка стала освещаться. Удобно. Дома тоже все в гирляндах. Звезда вон наша красивая горит. Ой, кайф. Ох ты, ты уже тут? Да. Лисочек. И вот так гирлянда выглядит с другой стороны. Красота вообще. Супер. Прям настроение поднимается, когда на улицу выходишь. Так. А я сейчас тоже. А я сейчас тоже. Хопа. Год к нам чуиться. У нас тут репетиция Нового года. Саша к нам тоже присоединился, принес горячий чай, и прогулка стала еще круче. Ну что, мои дорогие, наверное, на этом я буду заканчивать свой влог. Еще раз всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого-самого классного, самого наилучшего в 2024 году. Я вам, в принципе, все поздравления сказала в прошлом влоге, потому что думала, что он будет последний. Викуш, ты хочешь от себя что-нибудь добавить? Мам, помоги. Хочешь от себя что-нибудь сказать? Поздравить? Всех с Новым годом. С наступающим. Ну давай, поцелуй. Давай, пока-пока. Любим вас, целуем. Увидимся в 2024. У-ху.